Из маленького кусочка пластилина ребята создали целое мультипликационное превью всего за одно занятие. Буквы оживают на глазах. Этой магией Елена Лысенко с первых секунд завоевала внимание младшеклассников. Кстати, именно она представит нашу область на всероссийском этапе конкурса в столице. Я уже побеждала на общероссийском уровне в 2016 году. Я стала лучшим преподавателем школы искусств. И вот вновь решила принять участие, потому что каждый конкурс – это способ вырасти профессионально. Способ понять, в то ли ты направлении идешь в своем обучении, в своих инновациях. У Елены Александровны были достойные соперники. В соседнем кабинете ребята побывали на интерактивном уроке по сальведжио. Активно решали музыкальные задачи и пели под караоке. Я придумала такие формы работы, как игровые, интерактивные технологии, компьютерные игры. Это очень необычно для такого предмета, как сальведжио, потому что в основном мы поем, пишем диктанты, дирижируем. Но вот такие игры компьютерные – это, конечно, новые, современные, для 21 века. Но детям мне показалось, что им было интересно, они были очень отзывчивые. Малыши познакомились с народным творчеством, рисовали из подручных материалов, развивали фантазию, медитировали под классическую музыку и разучивали новые танцевальные связки. Преподавателям важно не только заинтересовать детей, но и найти с ними общий язык. Мне понравилось все. Их душевность, абсолютно все. Показывали, объясняли, и мне было с ними даже комфортно работать по той причине, что все-таки новые учителя, ощущения абсолютно другие. Работу педагогов оценивало строгое, но справедливое жюри. Это, конечно, очень волнительная и ответственная работа. Но я к участникам отношусь с пониманием, потому что не так давно сама была на их месте. В принципе, все участники показали себя достойно. И мне гордостно, что в Курской области есть педагоги, за которых не стыдно, и которые могут представить нашу область, столицу нашей Родины. Победитель областного этапа получит премию губернатора Курской области. Екатерина Илюхина и Сергей Гридунов. События дня.